На перекрёстке на Бородинске автолюбители отключаются все знания правил дорожного движения и они начинают двигаться уже по интуиции. Несмотря на большое количество светофоров на этом участке дороги, количество аварий от этого едва ли сократилось. Многие автолюбители знают этот перекрёсток и предпочитают не высовываться раньше времени, ожидая нужный знак. Но находятся и такие, кто категорически не доверяет сигналу светофора. Действуют согласно внутренним ощущениям. Рулевая на Тойоте Ракте сдвигалась со стороны русской в плотном потоке автомобилей. Подъехав к оживлённому перекрёстку, автоледи поворачивает в сторону снеговой пади прямо перед пролетающим потоком автомобилей. И ничего, что знак светофора велел этого не делать. Двигался прямо по светофору на зелёный сигнал светофора. Девушка решила перед носом повернуть налево. Вот произошло. А вы с девушкой общались? Конечно. Она вину с нею признаёт. Хотели составить европротокол, а это оказалось, потому что ущерб более чем на 50 тысяч рублей. Возможно, девушка посмотрела не на свой светофор, перепутала цвета и рванула вперёд. Сама автоледи комментировать свои действия отказывается. Как произошло? Ну, девушка, не хочу рассказать. В результате аварии оба автомобиля получили средние повреждения. Автовладельцу Камри придётся приобретать новый капот, бампер и фару, чтобы вернуть своей машине первоначальный лоск. Рактис повреждён на одну сторону. Крыло пойдёт под замену, как и бампер. Участников аварии уже оформляют сотрудники ГИБДД. Место столкновения оба японца в состоянии покинуть своим ходом. Остаётся надеяться, что впредь другие автомобилисты, вдохновившись таким неудачным примером автоледи, будут старательно соблюдать все правила передвижения на перекрёстках города.